Уильсинген Санамать, Финляндия После оккупации Крыма в Киеве появилась туалетная бумага с изображением Путина. Петри Туохинин Уильсинген Санамать, Финляндия 23 декабря 2019 года Пять лет назад Украина жила во власти страха. И не только Украина, вся Европа. В начале 2014 года Россия оккупировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине, и поддерживаемые Москвой повстанцы сбили малайзийский самолет. В Европе и особенно на Украине задавались вопросом, что же будет дальше. Несмотря на то, что Россия получила серьезный выговор от международного сообщества, на самом деле никому не удалось повлиять на захват территории. Многие задумались о том, что при желании Россия может также легко захватить и своего соседа Финляндию, которая не входит в состав ни одного военного союза. Украина просила помощи у всех, но получала только добрые слова поддержки. Объятия не спасали от минометных обстрелов со стороны пророссийских повстанцев. На Украине не верили в успех переговоров, проводимых в Минске. Украинцев, проживавших недалеко от фронтовой линии, готовили к худшему. Женщины детей призывали покинуть город. Родители просили прикрепить к одежде детей таблички с именами на случай возникновения экстренной ситуации. Наводит на воспоминания о том, как финских детей в годы войны отправляли в Швецию, с именем на груди. Многие бежали. На автобусы, отправляющиеся из Мариуполя, выстраивались длинные очереди. Иногда людей охватывала паника. На автозаправочных станциях скупали весь бензин. Все думали о намерениях президента Владимира Путина и о российских войсках на улице Киева. Всех российских солдат, которые приедут на Украину, надо расстрелять, рассуждали две пожилые женщины. Люди на площади независимости, известные по недавней революции, были вне себя. Продавщице Ане удалось хорошо заработать на продаже туалетной бумаги с изображением портрета Владимира Путина и оскорбительной надписью в его адрес. Продавались и магниты на холодильник с изображением Путина, который шлепает ладонью по голому заду сбежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича. Путин хочет возродить Советский Союз, но эта идея далека от реальности. Планы Путина означали бы для Украины потерю права на самоопределение, поделился мнением гражданский активист Алексей Сидорчук. За последние пять лет ситуация мало изменилась. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.